Всем привет! Сейчас я зачитаю письмо от своей подписчицы, дам комментарии, она также ждет и вашего ответа в комментариях под видео реакции на ее письмо. Если вам нравится такая рубрика, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, давайте приступим. Я живу в Турции 8 лет, была замужем, развелась полтора года назад, так как муж ни к чему не стремился, мало зарабатывал, бросал работу, сутками играл в игры, детей у нас не было. Я стала жить одна и работать удаленно. Первое время мне жилось очень хорошо, мне нравилось быть свободной, независимой, зарабатывала я неплохо и могла позволить себе жить гораздо лучше, чем многие местные. Во всем известном приложении я познакомилась с мужчиной, ничего хорошего из этого не вышло, за полгода он сильно подпортил мою самооценку даже, тем, что он относился ко мне холодно, любовь и все дела у него были далеко не на первом месте, и в итоге он вообще уехал в другой город по службе. Я его любила и впервые в жизни пережила такую взаимность, долго не могла перейти в себя. После этих отношений пропал смысл всего. Я как-то разочаровалась в людях, нет желания ознакомиться еще с кем-то. К слову, находясь в другом городе, он до сих пор интересуется моей жизнью и в любой момент готов помочь. Иногда пишет, что скучает. Вопрос, зачем ему это надо, я сама не знаю. Он не женат и не хочет себя связывать никакими семейными отношениями, живет один, как и я, со своими, правда, странностями. За годы жизни в Турции я хорошо изучила турецкий менталитет, поэтому даже не прошу разбирать этого человека, потому что он действительно редкий кадр, нетипичный турецкий мужчина. Вопрос вообще не в нем. Короче говоря, после развода у меня появилось много ухажеров, я была уверена, что одна в Турции надолго не останусь. Но попался этот холодный мужчина, и как будто свет клином на нем сошелся. После него остался осадочек, как будто я постарела лет на 10. Все взгляды на жизнь поменялись, возникло множество вопросов, которые не дают мне продолжать радоваться жизни, как раньше. Работая удаленно, я не могу социализироваться, так как большая часть времени проходит дома за ноутбуком. И недавно я осознала, что у меня здесь вообще никого нет, никто меня не держит. Ситуация в стране не очень, все стало дорого, условия усложняются, землетрясения и все дела. И стала я задаваться вопросом, а что я вообще здесь делаю, зачем мне этот мазохизм. В России у меня тоже особо никого нет, мама и сестра, отношения с ними всегда были напряженными, и в целом на родину-то мне не хочется. Меня туда не тянет. Возможно, я слишком запутанно описала ситуацию, чтобы получить какой-то адекватный совет, но не знаю, что добавить. Я все время задаюсь вопросом, оставаться дальше здесь или уезжать на родину. За все 8 лет, что я в Турции, у меня в голове все перемешалось. А теперь появилось ощущение, что обе страны для меня не являются родными. Везде свой среди чужих, я какой-то одиночка, бездомный фрик. Подскажите, как себе разобраться, с чего нужно начать? Отличное письмо. Давайте для начала немножко расскажу, что здесь по разводам, по моим знакомым, что здесь происходит. У меня есть несколько знакомых, прям подружек моих, да, кто здесь в разводе, остались здесь жить в Турции. Честно скажу, очень многие, назовем так, рады, потому что они себе могут, работают, красотство получили, у некоторых есть дети, у кого-то нет детей. Но в большинстве своем они жизнью своей очень довольны, рады, прекрасное питание, климат хороший в Турции, люди вокруг приятные, например, да, где они живут. В общем, их все устраивает окружение. Они себе могут заработать на жизнь, на содержание себя детей, например. В общем, прекрасно адаптировались. Большинство из них, с кем говорила, говорят, что я не знаю, как бы я в народе не жила. Может, потому что уже отвыкли и не могут себе это представить, да. А реалии какие-то другие, общество другое. Здесь уже как-то адаптировались, им здесь все проще, все известнее, назовем так. Как-то, в общем, они себя чувствуют очень комфортно. Ну, вот эти мои несколько знакомых девчонок, практически все из них, они недовольны какой-то личной жизнью, выбором мужчин, отношениями после развода. Дело не в разводе, как таковом, как штамп какой-то, а вообще в опыте, который они получили. Они все каких-то в поверхностных отношениях или несерьезных. Возможно, уже у них есть, они пожили, есть опыт, кто-то там 10 лет пожил, в среднем где-то так выходят дети есть. То есть их категория мужчин по возрасту, они уже женаты, они уже, скажем так, если знакомятся в соцсетях, в тиндере, они несерьезные. Они ищут себе всяких любовниц, провести время и так далее. То есть они уже заняты, разводиться не собираются. Те, кто помоложе, или их ровесники прямо помоложе, они тоже про несерьезное, про погулять, тусоваться и жениться они вообще не собираются и так далее. В общем, все, что я слышу, отзывы не очень хорошие в том плане, что каждая не может все-таки найти нормального, адекватного, серьезного про жизнь, про семью и так далее. Этим девчонки разочарованы, но самой жизни, их все равно все здесь устраивает, они здесь остаются, им все нравится, но условно они, скажем так, в большинстве своем забили. Никого не ищут, зовут на свидание, может там ходят, ну, короче, не супер в каком-то активном поиске. Они вот себе микроклимат удачную, семью с детьми там, например, своими листьями как-то себе создали, свои условия, друзей и так далее. А вот именно там замужество, вся эта история любовная, романтичная, очень у многих не клеится. Поэтому вы не думайте, что вы одна, а мы и с опытом становимся более избирательны, и так обстоятельства складываются. В общем, вы не одна совсем, так что не расстраивайтесь, героиня письма. Я это очень часто, кстати, вот от своих девчонок, практически от всех это слышу. Мне, мое личное мнение, мне кажется, возможно, я окажусь права, что у вас просто на самом деле свой личный кризис. Мне кажется, вам где-то в районе около 30 лет сейчас, и личностный кризис, вы больше часто слышите от мужчин, да, когда кризис среднего возраста, переоценка ценностей, что я успел, что я не успел, чего я достиг, проблемы с самооценкой вылазят в этот момент, если я недоволен своими результатами и так далее, и так далее. У женщин она тоже все бывает, просто у женщин, это об этом реже говорят, реже встречаются, потому что в этот период женщина в нашем, я имею в виду постсоветском обществе, она более социально защищена. То есть у нее, как правило, есть либо развод был, дети какие-то есть, то есть у нее есть работа, или она замужем. У нее есть какая-то реализация, какие-то точки рэперные к этому возрасту, что она уже там где-то выполнила, за что общество ее социально гладит по головке, говорит, ты молодец. И, в общем, в России, скажем так, даже если я просто могу Россию, да, брать, больше к этому моменту, к возрасту этому, есть какие-то, назовем так, заслуги. Из-за вот этого давления, по сути, общества они и появляются, потому что мы, что нас скажут, давят родители, родственники, мы что-то такое делаем, там, выходим несчастливо, ну, зато замуж за кого-то, да, прикрываемся детьми, или еще чем-то, или какой-то там работой, типа, отвалите, вообще не говорите, как мне вести себя, что делать. В общем, что-то такое есть. Мужчин с этим поменьше, то есть у них есть тоже спрос какой-то, да, там, ну, у них больше финансовая ответственность. Если вот, в частности, у вас, возможно, этот кризис пришел, ой, ему время, это то событие, которое у вас сейчас происходит. Смотрите, если бы вы были довольны здесь страной, у вас же это, понимаете, вы 8 лет прожили всяко разные, развелись и остались, у вас был период, когда вы здесь всем были довольны. У вас сейчас недовольство пошло больше, потому что вы, и вы вообще ощутили, где я происхожу, что у меня вокруг, социум, друзей нет, я вообще какой-то фрик бездомный, одиночка и так далее, потому что до этого у вас больше денег было, нам многое хватало, вам стало не очень комфортно как-то социально здесь, да, жить и финансово. Обратно вам не к кому ехать, да, вы отмечаете у меня плохие отношения, не очень приветливые с родственниками, особо туда не тянет, я уже и забыла, чего там и как, и как бы еще туда не льстит, не ехать, и там меня особо никто не ждет. Сигнал для того, что вам нужно выбрать что-то третье. Если ты не хочешь ни это, ни то, что есть у тебя, ни то, что может быть, типа, на родину свою обратно ехать, а выбирай третье. Я бы, как из этого выходить вообще, вам для начала надо понять образ свой, чего бы я хотела вообще, какую-то планку возрастную, а-ля, там, типа, через пять лет или через три года, как я себя вижу, вообще себе опишите, вашу внешность, ваше материальное состояние, что вы делаете, образ вашей жизни, где вы как работаете, кто рядом с вами, ваше идеальное пожелание, что бы вы хотели для себя. Затем, когда у вас будет вот этот образ, некий собранный себя, как вы видите со стороны, поместите его в какое-то пространство. Это какая-то другая страна, это может быть другой город, например, но в Турции, это может быть какой-то вообще, ну, короче говоря, этот образ, который у вас есть желанный себя, он должен существовать в каком-то пространстве. То есть под вот эту себя желанную, идеальную, я подберу пространство, в котором я могу это реализовать, добиться, исполнять и так далее, то есть чтобы у меня все это было. И уже исходя из этого, вы потихонечку выходит на то, а где мне жить, что, как, у вас какие-то понятия, да, вырисовываются, хочу вот то-то, 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 а это можно реализовать вот в этой, вот в этой стране, или вот в этом, вот в этом городе. Сколько мне на это денег понадобится? А, примерно вот столько, вот столько, чтобы начать это вообще реализовывать. Например, сейчас, может быть, у меня там в планах было, не знаю, танцую по чату или еще что-то, а сейчас я могу, например, на курсы пойти, на танцы какие-то, да, то есть как мне сейчас... Ваша задача создать образ, понять, как это реализовать, можно какие-то пространственные условия, и уже сейчас начинать реализовываться это потихонечку, издалека, шаг за шагом, приближаться к вот этому образу, которому я хочу через 3-5 лет. Вы, как минимум, себя займете, узнаете свои желания и поймете, что вам хотеть, что вам делать. Короче говоря, для вас это будет очень полезно вот этим заняться. Тем, что если вы сейчас понимаете, что не хотите быть вообще в Турции, вам не комфортно, не комильфо, выбирайте, смотрите условия, документы и все прочее, другие какие-то страны. А смотрите, посчитайте бизнес-план, сколько вам денег может понадобиться на это. Затем посмотрите, какие условия нужны, откладывайте деньги. В общем, займитесь какими-то продумыванием, планом, планов, какими-то действиями, что мне надо, чтобы это получилось и так далее. Я считаю, что это личностный ваш кризис, да, оценка своих ценностей и тому подобное. Вы в легкий такой депрессник, скажем так, впали, потому что у вас некая почва из-под ног сейчас выбилась этим финансовым моментом. Этот мужчина сделал травму нелюбви, вот этой холодности, говорит, я первый раз в жизни такое пережила. Вы стали чувствовать себя очень одинокой, закрытой, мало общаетесь с кем-то и так далее, и так далее, и так далее. То есть еще такие моментики вылезли на поверхность, не очень приятные, но они были с вами и до этого. Просто эти события, экономическая ситуация, вокруг все дорожает, эмоции, холодность и т.д. Вы почувствовали остро это, но это было в вашей голове, или вы от этого, например, пытались всегда бежать, вы, наверное, пытались вступать в брак неудачный, который вам не понравился, вы расстались в итоге. Тоже по каким-то подобным причинам с мужчиной были. Вы понимаете, да, к чему я, что по итогу все сводится на то, что эта история уже давным-давно у вас какие-то сомнения были, или вы этим жили, и сейчас у вас такой апогей этого момента разочарования, грустных мыслей, вообще понимания, чего я хочу и так далее. То есть как к этому решать этот вопрос? Понять, чего я хочу. Следовать за своими желаниями, их реализовывать. Вот что самое главное. Если мы берем психологию, это самое правильное, самое нетравмоопасное, самое щадящее решение ситуации. Жить по своим желаниям и приходить к ним, делать то, что мне хочется, а для начала понять, чего я хочу. Вот поймете, чего вы хотите определиться, у вас сразу, где вы жить будете, что делать, как этого добиваться. Я вам в этом желаю удачи. Если у вас есть комментарии, пожалуйста, оставляйте под видео, подписывайтесь на канал. Надеюсь, и автор получил ответ, который хотел услышать на свой вопрос. Если у вас есть какие-то истории от анонимов для разбора видео на канале, почта в инфобоксе под видео, открывайте, копируйте, ставите, пишите письмо. Тема письма, история от анонимов. Если вы хотите консультации психологической, мы можем с вами встретиться, и просто в теме письма напишите консультацию, я вам напишу ответ с условиями. Спасибо за внимание, скоро увидимся, всем пока.